Итак, народ, всех приветствую на канале Занимательное Музло. Сегодня на обзоре английская трэш метал группа Solitary. Вся соль этого коллектива, как я считаю, заключается в двух первых полноформатных релизах. И, честно говоря, у меня к ним отношения неоднозначные. Я вот не могу сказать, что они плохие, но в то же время и не могу сказать, что они мне нравятся. Но, насколько я знаю, дорогие зрители, вам такое музло заходит. Что только не сделаешь для вас и чего только не послушаешь. Ну что, ставьте лайк этому ролику и погнали. Да, кстати, не забывайте про мои другие ресурсы. Это, конечно же, паблик ВК, где сейчас публикуется просто огромное количество годнейшей музыки. Это канал на Яндекс.Зен, тоже очень важный ресурс. Это второй канал на Ютюбе. Ну и, конечно же, чат и канал в Телеграме. Все ссылки будут в описании. Переходите, вступайте, подписывайтесь и получайте еще больше интересного контента. Про группу Солитери на самом деле очень мало информации. Уж не знаю, с чем это связано, но интервью, которые я читал с группой, посвящены в основном последним релизам. И там идет обсуждение каких-то околотехнических моментов и гастролей. В общем, не особо интересно. Короче, группа была образована в 94-м году, записала две демки, а в 96-м была записана первая епишка The Human Condition. Все треки, из которой впоследствии перекочевали на дебютный фоноформатник Nothing Changes 98-го года. И если честно, то он для меня прям жесть какой неоднозначный. Мне вот очень сильно нравится его саунд. Гитара с таким прям гипертрофированным перегрузом, звучащая как из тоннеля, знаете, ну в духе альбома Лепрази. Вокал с его агрессивным харшем и интонациями, такими, когда вот копируют Хэтилда. Но вот материал, я даже не знаю, как его описать. Это какая-то смесь грува, а-ля Сепультура времен Руц, смесь какого-то лимбискита. Ну, хотя нет, наверное, с бискитами я перегнул, но все же что-то около того. И, конечно же, трэш-металла. Я уверен, что многим заходит такое музло, но вот я как-то в свое время не въехал, а сейчас в ту сторону уже и рейсов нет. Второй альбом, вышедший через 10 лет после дебютного полноформатника, называется Requiem. И он представляет собой уже такой более традиционный экстремальный металл, а некоторые треки можно было бы даже отнести к трэшу, стремящемуся в дед. Но не в плане каких-то музыкальных конструкций, а в плане плотности звучания и манеры вокала. Очень круто, что парни опять угадали саундом, и теперь он еще сделан с учетом современных возможностей записи. В плане материала мне, опять же, здесь не все нравится. То есть тут есть такие же фишки, как, например, и на дебютнике. Но в целом у альбома совершенно другое настроение, даже какое-то, наверное, мрачное и слегка огнетущее. Если говорить чуть более конкретнее по трекам, то вот, например, понравилось гитарное соло из песни Fifteen Years. Интересно звучат песни Bon Collector и I See Nothing. Песня Requiem – хороший, мощный трек. Ну и кавер на Тестамент доставил. Еще через 9 лет вышел третий студийный полноформатник «Больное сердце общества». На мой взгляд, это лучшая работа в дискографии группы, и здесь парни как будто бы попытались собрать все вариации трэша. Например, песня «Ждать», «Неопознанный», «Грань насилия» – это такая прям молотилка в духе Слеер. А композиции «Архитекторы позора» недвусмысленно отсылают к Джастису. Больше всего понравился трек «Гимн Сожаления» из-за его мелодических решений. Ну и я думаю, слышно, что это именно английский трэш, потому что здесь вот слышны вот эти самые вокальные интонации «Зентрикс», например. А в целом же я весь альбом считаю отличным, я его с удовольствием послушал и был приятно удивлен. Ожидал чего-то в духе дебютной работы с большим количеством грувов, но нет, это оказался вполне себе агрессивный, скоростной, мощный трэш-метал-релиз. В 2019 году вышла «Эпишка-25», которая включает в себя один перезаписанный трек с дебютного полноформатника и две песни со второго альбома. А в 2020 году вышел последний на данный момент полноформатный альбом «Правда за ложью». Этот релиз продолжает тему скоростного трэша, которую группа начала активно молотить на альбоме 2017 года, и парни даже еще ускорились. Проблема этого релиза – это, наверное, его однообразие. Вторая половина альбома просто слилась для меня в один большой скоростной трек. Если на первой части еще были какие-то решения, которые как-то не то чтобы выделялись на общем фоне, а просто отличались, то потом все съехало в один ритмический рисунок. Хотя вот за счет взрывных припевов, как, например, в песне «Порождение ненависти», некоторые темы более-менее выезжают. В целом же альбом хорош, но релизу 2017 года, на мой взгляд, все же уступает. Музыка На данный момент группа «Солитери» функционирует, и учитывая, какой материал они сейчас выпускают, то я думаю, что они еще порадуют фанов трэш-металла новым альбомом. Лично я буду ждать. На этом, пожалуй, все. Увидимся на стриме в пятницу, и спасибо всем, кто смотрит мои видео, ставит лайки, пишет комментарии и, конечно же, подписывается на канал. А с вами был Депрайс. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!